ну что погнали ребят всем большой привет добро пожаловать на канал рынка мискик собственно говоря меня зовут ирина для тех кто зашел ко мне впервые и сегодня у меня будет видео болталка если вам нравится подобного рода видео тогда конечно же я вас приглашаю просмотру берите кружечку чая чего-то вкусного главное полезного для того чтобы данное видео для вас было более продуктивным ну и конечно же я вас приглашаю просмотру поехали начну с того что во первых я хочу вас поздравить мои хорошие мои дорогие подписчики замечательным праздником с наступлением нового года у меня к сожалению не получилось раньше вас поздравить но и по возможности вас поздравила в своем инстаграме инстаграм если вы на меня не подписаны в инстаграм конечно же ссылочку вы видите как называется мой инстаграм я вас жду там в гости и там мы с вами немножечко поплотнее общаемся потому что но с инстаграмом как-то проще он себя вот тут практически под рукой и я по возможности стараюсь каждому отвечать и чтобы не было знаете как бы там ответил через пять лет ну так вот я хочу вас поздравить с наступлением с наступившим уже новым годом старым новым годом и с рождеством я хочу вам пожелать только самого хорошего наверное я хочу вам пожелать просто доброты просто доброты вокруг доброты в душе и в сердце чтобы рядышком с вами были только по-настоящему хорошие люди чтобы они вам приносили по максимуму хороших положительных эмоций конечно же здоровье вам и вашим семьям что как ни странно без здоровья мы увы никак не можем существовать если мы здоровы то у нас всегда все получается так что я вас сильно очень люблю большое спасибо что вы со мной большое спасибо что вы подписываетесь комментируете поддерживаете меня для меня это очень правда ценно и важно им без вас наверное бы существования моего канала уже наверное бы и не было так что всех люблю сегодня мое видео будет посвященном болталки и это знаете вот из того разряда ира не может без приключений либо ира находит такие вот ситуации когда вот вроде бы все абсолютно просто у всех это получается всегда очень легко у меня получаются какие-то сложности я не знаю связи с чем это связано может быть в действительности либо я не туда направляюсь либо это собственно говоря мой какой-то знаете вот период научиться и понятий этому собственно говоря какой-то такой опыт жизни с которым наверное я должна поделиться в первую очередь с вами с моим окружением и сама же также в первую очередь должна сделать какие-то выводы и для тех кто на меня подписан в инстаграм вы знаете то что 25 декабря я долго думала на протяжении целого года я никак не могла решиться у меня не было как таковой возможности даже так пусть он к примеру финансовой до чтобы уделить себе время и в но все как-то накопилось у меня в течение года не было возможности сходить к косметологу его 25 декабря я осмелилась я решила убрать последствия предыдущей чистки лица и я пошла не просто в какой-то салон красоты я пошла в косметологический так скажем салон там где именно сидят косметологи и там где именно идут процедуры связанные с красотой именно с косметологией в нашем городе я могу сказать этот салон ну я пошла в этот салон по отзывам потому что он занимает так скажем но о нем говорят и говорят то что специалисты там все достаточно неплохие я решила то что наверное надо сходить туда и они мне помогут решить собственно говоря мою проблему а проблема моя была это как я уже наверное много раз говорила у меня появилась после последней чистки да вот не этой чистки это этого то что я делал в шестнадцатом году у меня появилась проблема блуждающий прыщ то есть у меня была какая-то инфекция на лице которую мне занес предыдущий косметолог и у меня вот этот вот так скажем прыщик он никак не проходил то есть постоянно где-то на лице было какое-то высыпание то есть и я придя вот в эту косметологию за неделю до чистки я подошла к косметологу и сказала смотрите вот собственно говоря мое лицо мне нужно сделать чистку лица может быть давайте вот вот как я выгляжу и когда поможено будет прийти чтобы вы мне помогли убрать вот то что у меня есть то есть у меня были на тот момент черные точки у меня было были подкожники но я не скажу что и было очень много то есть как бы знаете сказать что я прям вся была в подкожниках видам бедный косметолог никак не могла с этим справиться далеко нет как вы знаете я очень ухаживаю за своей кожи лица и всегда я выбираю достаточно такие проверенные средства которые во первых мне до этого всегда помогали возможно я не исключаю момент что наступает какой-то период когда вам какая-то косметика уже не помогает я не понимаю почему она не может вам помогать если она до этого отлично на вас работала да то есть я не исключаю этот момент но ко всему к этому у меня как бы состояние кожи она была и не скажу что какая-то особая проблема да вот то есть именно проблемная кожа когда вот подростковые вот эти вот высыпания подростковые прыщики да вот эти вот акне и я вот с этой проблемой пошла к этому бедному косметологу и требовала от нее идеальной кожи после чистки нет у меня как бы были просто подкожники черные точки которые из-за того что в течение 17 года я просто вам это все рассказываю для того чтобы вы немножко примерно понимали с какой проблемой я туда пошла в семнадцатом году у меня было достаточно тяжелый год в плане здоровья в семнадцатом году я дважды проходила серьезный курс антибиотиков первый курс я проходила в июне месяце второй курс у меня был в сентябре месяце то есть как бы вот антибиотики не далее себе знаете состояние кожи как бы она все целое то что у меня на лице то есть как бы все скопилось и я решила что как бы в семнадцатом году все это надо оставить почему я пошла косметологу когда я пришла к косметологу я и показала то что у меня есть черные точки вот эти вот где-то местами расширенные были поры неровный цвет лица наверное нет неровного цвета лица у меня не было мне были просто вот эти вы знаете подкожники которые не вылазят сами да вот это вот загрязнение и я туда пошла после критических дней и и в критические дни ну так устроен жаркий женский организм то что мы начинаем в этот момент свести то есть девочки вы меня понимаете да то есть как бы вылезла пару вот таких вот так скажем гормональных их можно назвать наверное всыпание прогнул те которые высыпание которые символизируют о том что у вас сейчас идет период так скажем созревания да очень сильно лично но я думаю мы все люди все это прекрасно понимаем ну так вот и за неделю до самого самой даты икс когда я пришла на чистку я пришла к косметологу она посмотрела на мое лицо и она знаете так мне с уверенностью сказала да у вас присутствует скорее всего какая-то инфекция на лице которую вам занесли в предыдущем в предыдущие чистки и поэтому в течение года собственно говоря у вас на лице всегда присутствует какое-либо высыпание то есть как бы пока мы с вами вот это все сейчас тщательно не уберем не почистим и не сделаем как лечение которое он назначил в этот вы не избавитесь и я с полной уверенностью пошла туда в этом косметическом косметологическом салоне находится два косметолога один косметолог они наслышанно о том что она достаточно очень вечно вежливая деликатная женщина и а второй косметолог я не вообще ничего не знала и как раз и к второму косметологу первый раз попала я к ней пришла абсолютно доверившись человеку я легла это было 25 декабря и я просто почему я пошла вы сейчас мне скажете зачем ты пошла в канун нового года ведь как бы ну зачем портить лицо я человек который со школы с 11 класса делаю чистки то есть для меня сделать чистку лица два раза в год это было нормой понимаете то есть я не тот человек который не знает что такое чистка как делается эта процедура я еще тот человек который помню то что чистку начинали делать не вот сейчас каких-то термогилей до которые разрыхляют эпидермис а вот еще те старые штуки когда над нами делали такой купол девчонки кто делаете чистки сейчас поддержите меня пальчиком вверх пишите в комментариях тут такое же проходил ты этот вот купол когда все распаривают вот этими вот по каплями паром до таким достаточно горячим где раскрываются все поры и потом только начинали чистить вот я вот из того времени то есть я дала такая вот с тех древних моментов то есть я делала чистку я знаю как процедура заживления я знаю свою кожу я знаю как она реагирует то есть я уже все это знаю то есть мне сказать то что это ваша индивидуальная какая-то особенность того что у вас такая пошла реакция все свои особенности кожи я уже знаю это плюс это наверное какой-то может быть минус хотя нет скорее всего это плюс и придя к этому косметологу она мне сказал да у вас как бы есть подкожные у вас черные точки вот этот вот все вот эти вот какие-то вот ну грубо говоря до высыпания которые вот эти вот прыщики были вот который после критических дней я сканку бы ничего страшного сейчас вам все это уберем как бы лала и она начала мне то есть нанесла вот этот вот гель который собственно говоря разрыхляет да вот этот верхний слой который собственно говоря открывает пор и помогать для того чтобы потом просто было проще убирать она мне нанесла его то есть как бы у меня на него никогда нет аллергических реакций все нормально потом следом она сделала не проверив не сделав никакого теста понимаете не как вот ну никак не спросив меня как я вообще с кислотами еще что-то она мне нанесла по моему гликолевый пилинг гликолевый такой гельчик который собственно был больше по моему десяти процентов который как бы почему я говорю больше десяти процентов потому что у меня есть косметика эксфолиак которая от нарева да и там достаточно тоже такой серьезный содержание кислот там идет от 10 у меня с 1 1 у меня средство 10 процентов другой больше 12 процентов содержания кислот когда она мне нанесла то есть после того распаривания и после того когда нанесла мне этот гель с гликолевый насколько я помню у меня пошло дико дико все щипать ну то есть я это знала что там очень достаточно высокое содержание кислот и она меня даже не спросил пользовалась я кислотами она не сделала тест как это нужно делать на самом деле девчонки почему я вам говорю нужно потому что реакция на кислоты у всех абсолютно разное и она может идти кому-то очень хорошо а кому-то нам вызвать эффект от противного так узнать наоборот усугубить ситуацию а когда есть даже какой-то прыщик сделайте себе тоже пометку и запомните если у вас есть какой-то прыщик на лице какая-то открытая ранка все кислоты нафиг убираем потому что во первых это раздражает вот это место и может спровоцировать обратно то есть реакция организма может пойти наоборот то есть как бы пойдет гадость вся вот это воспалиться усугубиться ситуация то есть кислоты наносим только на чистое лицо без высыпаний черные точки это для этого и мы наносим кислоты чтобы раскрывать пор и выносить это все но если есть какой-то прыщ нельзя на тот момент у меня было два вот этих вот прыщика которые были от так скажем но это не гнойные прыщи чтобы вы понимали это были просто красные прыщики которые вот они в процессе созревания шеи то есть они как бы критические дни у меня прошли а вот он еще у меня такой знаете вот по моему два прыщика у меня было который как бы они еще не могли никак вызреть я предполагала то что люди которые работают вот в этой сфере до косметологи со стажем Это, как я поняла по разговору с косметологом, то есть у неё уже больше 10 лет, либо 10 лет стаж, собственно говоря, работы в этой сфере. И когда она мне сделала таки слотный пилинг, вот этот вот нанесла гель, потом она стала делать мне чистку лица, делала это она всё с иголкой. Естественно, она мне ещё мыла лицо неодноразовыми салфетками, которые должны быть по идее. А она мне это делала, знаете, вот эти вот спонжики, которые продаются в Экспрессе, такие жёлтые. Вот по ощущениям это были они. То есть я не уверена в том, что они были сегодня вот сейчас открыты и были чисты. То есть процент того, что она мне могла какую-то ерунду через них занести, через эти губки, тоже есть вероятность. То есть вот этот первый косметолог, она мне очищала лицо именно вот этими губками, которые многоразовые, да, так грубо говоря, для домашнего использования. И то именили, как бы у кого проблемная кожа, им как бы пользоваться нельзя, нужны одноразовые всё. Вот. И она мне сделала чистку. Была чистка у меня с 11 часов до часу, по-моему. Либо, да, вот либо с 11 до часу, либо до полвторого. То есть у меня достаточно была такая, знаете, долгая чистка. И в эту чистку входила, она мне умола лицо, нанесла вот этот распаривающий гель, нанесла мне гликолевый пилинг, сделала мне чистку. И потом стала делать мне маску. И она такая, она мне сказала, я сейчас тебе буду делать томатную маску. Я ей сказала, что у меня аллергия на томаты, как бы в принципе не надо. Она говорит, ну окей, хорошо, что предупредили, то что у вас нет аллергии, у вас есть аллергия. То есть как бы мы с вами эту маску уберём, я вам сделаю сейчас другую. Она мне сделала другую маску, потом она мне сделала ещё процедуру с дарсенвалем для того, чтобы, ну это естественно, я так скажу, ступень косметологов. Чтобы, если есть какие-то вот, ну то есть дарсенвалем делать то, чтобы если что-то не доубиралось, к примеру, чтобы сокращение опоры шло. Чтобы все вот эти варки, которые открыты, чтобы они по максимуму быстренько сузились, потому что идёт взаимодействие тока, насколько я знаю, насколько мне объясняли. И оно быстрее регенерация клеток идёт. То есть это естественная реакция на удары током. То есть тут же идёт приток и тут же идёт регенерация клеток. То есть насколько помню я это. Но и в тех случаях, что оно ещё хорошо помогает убирать воспаление, именно дарсенваль, чтобы не спровоцировать воспаление. То есть она мне это всё сделала и по завершению процедуры она мне прописала Митрогель, который я, собственно говоря, купила. Я им сейчас активно пользуюсь. Базирон, крем Депантенол. И потом она мне прописала ещё попробовать крем Анна Лотон, который, собственно говоря, она, естественно, как вам сказать, и то вот этот вот уход за лицом я из неё вытягивала, чтобы она мне помогла. Как-то знаете, что нужно моей дальше кожи. Вот на таком листочке мне, собственно говоря, написали. Если учесть то, что моя кожа на тот момент была, так скажем, вся разворошённая, да, после чистки. Я не знаю, как вот сейчас вам объяснить свои эмоции. Просто косметолог мне сказал о том, что какие-либо крема, маски, где есть какое-либо питание, то есть жир какой-то, прям максимально убрать. То есть это должно быть что-то лёгкое, какое-то лёгкое увлажнение для того, чтобы не спровоцировать потом в дальнейшем забитые поры. Не понимаю, зачем она мне прописала Депантенол. Депантенол. Он сам по себе очень жирный и, мне кажется, он комедогинен. Опровергните меня, если я не права. Она мне прописывает метрогель, и она мне прописывает тут же базирон. То есть пользоваться этим два раза и базироном два раза. То есть я была такая вся красивая и замечательная, да, мой супруг поехал, я его отправила в аптеку, потому что я с воспалённым лицом, с таким вот красным, да, вот только что всё перепаханным. Я просто не могла пойти в аптеку, и я сказала своему супругу, сходи, пожалуйста, вот возьми этот листочек и купи по списку. Но я ему сказала, чтобы Депантенол он мне не покупал, потому что, ну, мне кажется, косметолог погорячился. С учётом того, что она мне, когда делала чистку лица, и она говорила о том, что девочкам жирным типом кожи, с нормальным комбинированным типом кожи, им совершенно не нужны крема, где будет присутствовать какое-либо питание. То есть нужно брать именно просто увлажнение, какие-то лёгкие крема, какое-то увлажнение, но чтобы не было никакого питания. Потому что то, что подходит, к примеру, для нормальной сухой кожи, как бы не будет хорошо смотреться для нормальной комбинированной кожи, склонной к высыпаниям. Я знаю своё состояние кожи уже о том, что она у меня, в принципе, нормальная комбинированная, склонная, и она обезвоженная. То есть я это вижу по состоянию кожи, то что моей коже не хватает влаги. То есть я от своего косметолога, точнее от этого косметолога, я этого не услышала, чтобы она мне сказала, да, у вас обезвоженная кожа, да, у вас там вот она суховатая, и присутствует высыпание. Я это вижу как не специалист, реально, девчонки, я вижу себя в зеркало, я вижу то, что у меня достаточно обезвоженная кожа, у меня лезут вот эти вот высыпания, которые у меня были. И с учётом того, что я её увлажняю, этого не хватает, и нужен какой-то немножечко другой уход, наверное. Я за этим ушла, чтобы мне почистили и помогли подобрать уход. Ну так вот, когда мой супруг пришёл и дал фармацевту, а фармацевт, знаете, там был не девочки, которые у нас есть, которые, мне кажется, они только что после учреждения пришли работать в заведение аптек, и которым лишь бы только продать. Именно попался тот фармацевт, у которого большой уже стаж, и который она достаточно много разбирается во многом. Она смотрит на моего супруга и говорит, а зачем вам два похожих средства? У меня муж спросил, какие два похожих средства, и он ей говорит, метрогель и базирон – это идентичные продукты, только вот это индийское производство, и тут немножечко другое содержание. А базирон – это немножко другой производитель, но цель абсолютно такая же. Вы говорите, понимаете, что вы берёте два абсолютно похожих продукта, зачем вам надо? Возьмите что-то одно. И мне муж звонит и говорит, что взять? Я говорю, слушай, ну базирон, насколько я помню, я его пробовала. И первоначально мне сказал фармацевт взять метрогель. Я ему сказала, возьми метрогель и посмотрим, как оно будет работать. Если что-то будет не так, естественно, мы можем пойти и взять базирон. И фармацевт также сказала, если вы будете пользоваться и базироном, и метрогелем одновременно, то есть вы кожу, которая у вас сейчас с высыпаниями, вы можете сделать сильный ожог. То есть вы её просто пересушите, и потом как бы это очень сложно восстановить, как бы вы остановитесь на чём-то одном, проделаете, потом возьмите что-то другое, не делайте. Ни в коем случае это всё одновременно, потому что компоненты перекликаются, можно просто совсем сильно пересушить кожу, это тоже не очень хорошо. Муж у меня взял метрогель, я им стала пользоваться. Конечно же, видео, фото я вставлю в этом видео, так что вы увидите, как я выглядела, во-первых, после чистки, буквально на второй день после чисточки, как я выглядела, я это, конечно, сейчас поставлю. Ребят, сразу же прошу вас сильно не критиковать и не ужасаться, просто надеюсь, вы меня поймёте, почему я, собственно говоря, снимаю данные и показываю вам. Мне самой неприятно, и когда я встала со стола косметолога, с кушетки в кабинете косметолога и подошла к зеркалу, я тоже ужаснулась, но вы должны это видеть, вы должны понимать, о чём я с вами сегодня веду диалог. И, собственно говоря, что и к чему приводят не мечты, а не качественные косметологи на самом деле. Вы сейчас посмотрите, и после вот того, что у меня были, как вы видели, вот эти вот краснота, и хочу сказать, после чистки у меня был сильный отёк лица. То есть я прям приотёкла, у меня, я была похожа прям отёкшая, и у меня, знаете, такое состояние было, как будто бы, я не знаю, либо это много жидкости выпила, либо что-то болею, как-то очень неважно. Но вы сами видите, что выгляжу я крайне, там неважно, вот эти вот высыпания, покраснения, припухлости где-то, и особо макияж не сделаешь, даже элементарно, потому что я прозрачный человек, у меня прозрачные ресницы, прозрачные брови, я их даже накрасить никак не могу, потому что эти макияж делать потом просто физически больно. И после всего этого я подождала ещё, то есть я это делала в понедельник, во вторник я пришла, я сидела дома, никуда не выходила 26-го числа, и я ждала, что у меня, собственно говоря, начнёт всё это проходить. 27-го числа в среду я просыпаюсь утром, и я понимаю то, что у меня на местах, где вот эти вот вавки, где мне делали проколы, да, и убирали, и я чувствую, что там гной, на один надавила, вот просто вот прислонившись, да, вот, и у меня оттуда, простите, пошёл за подробности гной. Я тут же звоню в косметологию в эту и говорю о том, что так и так, я у вас сделала позавчера чистку, то есть как бы у меня идёт активное воспаление, пожалуйста, там на Тарсенваль меня запишите, либо пусть меня косметолог посмотрит, потому что как бы вот гной, да, идёт на щёчках. И мне сказали, да, вот сейчас есть окно, приходите. Я пришла, пришла опять с ребёнком, потому что мы не входим в садик, и как бы я их спросила, в этом есть какая-то сложность, мне сказали, абсолютно нет, в этом сложности никакой нет, приходите с ребёнком, как бы всё хорошо, всё замечательно. Я прихожу, и я предполагала, что мне сделать процедуру Тарсенваль, возможно, обработают мне как-то эти штучки. Был уже второй косметолог, о которой в нашем городе так говорят, что он достаточно деликатная женщина и очень, так скажем, дипломатичная, она не грубит, и она очень вежливая. Я попала как раз вот ко второму косметологу, и она мне сказала, ложитесь, будем дочищать, собственно говоря. И девчонки, на вот ту мою кожу, которую мне делали до этого, да, практически 20 с лишним часа чистку, в среду эту чистку мне повторяют со всеми, с теми же процедурами, опять же делают это же всё, опять эти проколы, опять убирают. И когда она чистила, в ходе она мне говорила, да, у вас много что осталось. И скажу вам, девочки, так, после первого косметолога, когда я пришла домой, я смотрела на своё лицо, и в местах, где я видела чёрные точечки, и хочу сказать, точнее, это во вторник, я видела активные чёрные точки, которые у меня были, которые не убирали, которые, к примеру, у меня вот здесь. Чёрные точки видела на вот этих местах, также остались по лбу были чёрные точки, это было после первого косметолога. Второй косметолог в среду это, естественно, пыталась дочистить, то есть она те проколы, которые были проколоты, были воспаления, она обратно их проколола, она обратно оттуда вот это всё делала, манипуляцию, убирала всю эту грязь. Слушайте, видео, конечно же, некрасиво, и она это всё убирала, чистка была тоже 2 часа с небольшим, все эти манипуляции сделала, она после всего этого, конечно же, за первую чистку я заплатила денежку, за вторую также я заплатила денежку чистку, и она мне сказала, то есть записывайтесь завтра на процедуру Дарсенвали. Я сказала, окей, хорошо, записывайте меня, я пришла, записалась на процедуру Дарсенвали, пришла домой, опять вся такая разбабаханная, опять всё это красное, опять вот это всё, это всё больно, это жутко больно, девчонки, 2 раза через день делать чистку, это дико больно, кожа просто была в состоянии, я не знаю, как после ёршика моего железного почистили, и это просто трэш, мне кажется, это вот из фильмов ужасов, наверное, меня надо было снимать и пугать, потом, знаете, все, кого только можно. Ну так вот, в среду мне сделали чистку, в четверг я прихожу на процедуру Дарсенваль, попадаю опять к первому косметологу, я естественно ложусь, и я ей также в глаза говорю о том, что я вчера была на чистке, мне также дочищали, и как бы очень много чего убирали, после вас у меня были воспаления, это я ей говорила для того, чтобы она была в курсе, чтобы не было из той серии, что я там про кого-то какую-то грязь буду говорить, я ей говорю это все в глаза. Она начинает это достаточно, так знаете, агрессивно воспринимать о том, что нет, она всегда делает все идеально, наоборот, она вот после того косметолога, который мне делала, дочищала за ней, она всегда за ней дочищает, и как бы вы тут практически на меня наговариваете, я этому не верю, я ей сказала, как бы звоните косметологу, спрашивайте с нее, разговаривайте, как бы мне смысла нет вас обманывать. Она сделала мне процедуру Дарсенваль, и эта процедура стоит 200 рублей в этом салоне, и она мне сказала о том, что как бы в принципе, все как бы у вас там нормально, все хорошо, типа у вас это все будет подзаживать, и если, чтобы вы понимали, девушка, у вас вот это вот все воспаления, да, которые идут, если я делаю вам процедуру Дарсенваль, это нормальная реакция, то, что у вас образовывается гной, то есть это нормально, то, что у вас вот это вот гниет, вот это все нормально, то есть как бы все окей, не волнуйтесь, дальше мажьте вот этим вот гельчиком, и все у вас будет тип-топ. Я ей сказала, ну окей, хорошо, как бы, раз будет все хорошо, как бы все, ну, это ж я ж только рада, что все будет хорошо, и она, знаете, вот с такой барского плеча, она такая, хорошо, не надо, не платите мне эти 200 рублей, типа, все, как бы, все хорошо, все, типа, это мой подарок вам, потому что вы остались недовольны. И я так, знаете, ну, не хотите брать деньги, хорошо, как бы, я тут не сидела, не говорила, что я вам платить не буду. Ну так вот, и после всего, как бы, наступает, собственно говоря, уже пятница, да, как бы, в четверг, да, наступает пятница, утром в пятницу я встаю, и я понимаю то, что я подхожу к зеркалу, я умываюсь, и, девчонки, я не понимаю, как вообще это может быть. Я начинаю смотреть о том, что у меня подкожники, у меня подкожники на подбородке, у меня подкожники под скулой, у меня подкожники, которые, собственно говоря, с которыми я приходила, у меня эти подкожники остались. Смотрю также, у меня черные точки эти есть, которые там, вот они, где были, да, то есть я смотрю, у меня, знаете, такое вот лицо, оно какое-то, лоб у меня какой-то вот весь вот такой вот, щеки у меня тоже такие же, вот эти вот лавки натянутые, тонкая кожа, абсолютно тонкая, она у меня как пергаментная бумага, это просто жесть, я смотрю на себя, я вижу опять эти вот воспаления, которые идут, я звоню опять в этот косметологический салон, для того, чтобы меня записали на процедуру Дарсенваль. Я, в общем, звоню и говорю там, здравствуйте, мне надо записаться на процедуру Дарсенваль, она такая, угу, хорошо, и я ей спрашиваю, я просто не знаю, там никак понять не могу, есть там у них администратор, нет, но сколько бы я раз ни звонила, все время я попадаю на косметологов, косметологи сами берут трубку, и берет, вот в этот раз как раз опять же взяла трубку косметолога, которая была в первый раз, делала мне чистку, и я говорю, мне бы косметолога, не могли бы вы позвать мне косметолога, мне просто ее спросить нужно, она мне говорит, я вас слушаю, я объясняю, кто я, и говорю о том, что я вот сейчас смотрю на себя в зеркало, говорю, у меня вот этот вот опять идет гной, вот это вот опять воспаление, которое прям гнойные, девчонки, ну реально гнойные воспаления, то есть две чистки, процедура Дарсенваль, и у меня гной, откуда он у меня? Она измученная, и вот, так скажем, вот эта сторона, она немножко подживает, у меня сейчас на подбородке еще остались подкожники, и вот в этом месте, вот это вот место у меня сейчас идут очаги опять воспаления, то есть как бы сегодня я звонила в салон, вот только что буквально позвонила в салон, меня, мой первый косметолог, который, точнее косметолог, у которого я в первый день делала чистку, она отказалась меня принимать, и, так скажем, решить со мной вопрос до конца, завтра пойду ко второму косметологу, который в этом же находится в салоне, который делал мне вторую повторную чистку через день после первой, так что посмотрим, но могу сказать, это жесть, то, что сейчас происходит, конечно, послезавтра 31 декабря я похожа на ежика, девчонки, это просто, это до слез, понимаете, то есть даже если, когда я сама себе давила высыпанием, какие-либо там прыщики, черные точки, у меня не было вот такого, но здесь, если вы будете видеть, тут не просто даже, так, как бы сделать со светом, тут не просто даже вот идут какие-то, знаете, прыщики, тут идёт уже пост, даже вот, ну, чтобы вам было видно лучше. Я объясняю то, что у меня опять же эти чёрные точки почему-то, которые как бы вроде убирают-убирают, там чё-то, а чёрные точки остаются, то есть я не пойму, что такое, и я объясняю то, что у меня подкожники, где были, они там и остались, то есть как бы ещё вот на подбородке какие-то подкожники есть, то есть как бы объясните мне, в чём, собственно говоря, что такое, может, вы меня посмотрите, как бы я сегодня приду на Дарсенваль, вы меня посмотрите и объясните, как вот, что мне делать дальше. На что она мне говорит, сегодня всё время занято, никаких процедур Дарсенваль вам сегодня оказывать не будем, потому что у нас всё занято, приходите там потом, приходите к другому косметологу, и вообще вы меня заколебали, проблема вообще не во мне, проблема вообще не в нас, если вас что-то не устраивает от нас, отстаньте, идите к другим косметологам, пусть они вам решают эту проблему, типа вы уже заколебали нас, сколько можно, мы вам сделали чистку, вроде дважды сделали чистку, а вы тут недовольны, и что-то вот выходите, вот эти вот бесконечные звонки, чего-то как-то, типа идите к другим косметологам от нас, мол, отворите вообще, проблема не в нас. То, что у вас воспаление, вот эта проблема в вас там. Это в вас там какие-то. Это вы такой человек. Я знаете, я начинаю говорить, понимаете, то есть как бы вот есть вопрос, вы мне сделали, я к вам обратилась, вы мне сделали, сейчас идут последствия того, что вы делали. Как бы вы, как специалист в этой сфере, который начинал мне делать, вы, пожалуйста, доделайте этот вопрос, а к какому косметологу мне идти после вас, я сама решу. То есть как бы я хочу этот вопрос решить с вами, а не в канун Нового года бегать искать какого-то косметолога, который мне поможет убрать, я просто знаю дикие ситуации, когда не очень качественные косметологи, они могут испортить состояние кожи девчонки в ноль, вот если косметолог, извините, криворукий, если он не умеет это делать и делает это некачественно, это вот, это трэш, это вот бежать от этого косметолога, вырывать ему руки, и пусть он вообще в это не лезет, пусть он крестиком идет, вышивает, но не лезет к человеческому лицу, почему я, собственно говоря, кипишевала всегда во время всей этой недели, почему я кипишевала, потому что, а, на лице, во-первых, это лицо, б, под кожей лица, очень много капилляров, очень много венок, это самая, так скажем, часть тела, где очень много капилляров, если вы откроете, погуглите, на нашем лице очень много капилляров, больше, чем на всем теле, и они напрямиком идут все, собственно говоря, головному мозгу, то есть это очень опасно, когда идут воспаления на лице, и девочки, которые с месяц посмотрит если у вас есть какое-то воспаление на лице будьте абсолютно аккуратны с этим потому что это реально могут быть серьезные последствия не в плане того что у вас испортится кожа лица могут быть прям серьезные летальные последствия то есть это прям серьезный вопрос на самом деле то что касаемо состояния кожи лица если не дай бог какая-то там грязь какое-то воспаление то это прям это реально серьезный вопрос по большому счету и поэтому когда я сделал очистку у этих в этом салоне когда вот в пятницу я с ней И получается, провожу диалог, и она мне, знаете, на повышенных тонах пытается мне сказать о том, что она вообще не хочет больше со мной на это разговаривать, проблема в вас. И как бы она мне нагрубила, бросает трубку. И знаете, когда она положила трубку, я смотрю на себя в зеркало, и я понимаю то, что происходит, почему такое отношение, что мне делать с этим дальше, куда мне бежать, кому Нового года. И как бы все понятно, что готовятся к праздникам, а мне что делать с этим, как мне быть. Я хотела как лучше, получилось, знаете, как всегда называется. И потом она мне буквально через полчаса звонит и говорит, Ирина, придите ко мне, я хочу вам вернуть деньги за чистку. Я ей говорю, на что я ей отвечаю, давайте мы с вами договоримся. Я к вам прихожу, я к вам обратно ложусь, понимаете, то есть как бы люди, которые мне, простите, уже нагадили на лице, вот эта вся ситуация, но в любом случае я пытаюсь к ним отнестись по-человечески, чтобы они ко мне отнеслись. И я ей говорю, давайте я к вам приду, вы меня еще раз посмотрите, может быть, что-то вы уберете, может быть, как-то вы это все дочистите, что-то, как-то манипуляции сделаете, но уберете вот этого. То есть мне вот эти вот пышные фразы, я вам верну деньги, отвалите от меня, только меня не касайтесь. Мне не нужны, понимаете, мне нужен эффект результата того, что вы делаете. И она мне сказала, к какому времени подойти, и я к ней пришла, но с надеждой того, что у нас будут с ней мирные переговоры, с надеждой того, что она мне поможет хотя бы сделать процедуру Дарсенваль, чтобы мне вот это вот воспаление как-то, ну, приостановить, чтобы вот все эти микробы, которые есть, их поубивать. И на что она мне, знаете, так втихую, чтобы никто не слышал, она меня прям втихую отвела в сторонку, в свой кабинет, она мне отдает за минусом 200 рублей то, что она делала мне Дарсенваль, она сказала, вот я вчера тебе делала Дарсенваль, я тебе не обязана делать ее бесплатно, я из этой суммы зачистку вычла эту сумму, я говорю, ну, окей, хорошо, я говорю, может, вы меня посмотрите, чтобы как бы, ну, на что она начинает верещать, простите, со словами о том, что я вообще не хочу смотреть, вы там абсолютно непонимающий человек, вы абсолютно там, да, человек, который ничего не знает, читаете литературу, от меня отвалите, вы там пришли ко мне с ужасными гнойными воспалениями, я вам тут пыталась чистить, ангину вы понимаете то, что лечат не сразу же, она мне начинается собирать, и о том, что вот вы думаете, вот вы, когда приходите к стоматологу, он что у вас там делает вам лечение, и вы к нему пришли, потом какие-то следующие приемы вы будете бесплатно делать, типа нифига подобного, вы также будете приходить к стоматологу, если у вас что-то он вам неправильно сделал, вы также к нему придете, будете переделывать, понимаете, когда мне это говорит человек, который работает в этой сфере, понимаете, у меня глаза по пять копеек, потому что до этого, когда я была у стоматолога, у платного стоматолога, я когда к ней пришла, она меня посадила, но я просто сейчас вам про стоматолога скажу, да, и вот я ей то же самое объяснила. Когда я прихожу к стоматологу, и он мне говорит, так, будем зуб лечить, каждое лечение, каждый прием у платного стоматолога будет стоить у нас с тобой вот такая-то сумма на лечение, вот такая-то, можешь ее сразу же оплатить, либо мы с тобой ее разделим на те походы, когда ты придешь, либо приходишь, когда, грубо говоря, там, какие-либо процедуры, то есть тебе сразу же врач говорит, по большому счету. И я ей то же самое сказала, если бы мне нужна была ряд чисток, вы бы мне сразу же озвучили и сказали, ряд чисток стоит столько, я вам буду делать эту чистку вот столько, это будет вот так вот, а не то, что я пришла к первому косметологу, заплатила ей сумму, ко второму косметологу пришла, заплатила сумму, потом давай ходить платить эти процедуры в Дарсенвай. Я прекрасно понимаю, что вот эта вот стезя красоты, это очень, так скажем, дорогостоящие процедуры, и они как бы в принципе и рассчитаны на то, чтобы женщина приходила, и вот эта вот была, так скажем, вот эта вот тонкая нить, мне кажется, вот в этом салоне это такая тема, потому что по-другому это не назвать. Даже тот косметолог, который в прошлом году, к которому я ходила в прошлом года, да, вот последние полтора года, 16-15 год, всегда было так, она мне делала чистку и говорила, Ира, если завтра у тебя будет воспаление, ты ко мне приходишь, что-то я не дочистила, я доубираю тебя, то есть ты заплатила за процедуру, заплатила за то, чтобы я тебе почистила лицо, давай мы с тобой договоримся, что ты, мы, я тебе его дочищу, чтобы у нас с тобой было всё нормально, всё хорошо. Я ей сказала, хорошо, вот с предыдущим это же, понимаете, то есть как бы мы вот сделали вам чистку, оплатите нам её, последующей чистки вы будете там за минусом чуть-чуть меньше платить, но вы будете также оплачивать эту чистку. Ну так вот, и она стала как бы мне вот это вот всё высказывать, говорить, тут, конечно, стоит в коридоре клиенты, и она вот высказалась мне, да, на что я ответила, я говорю, понимаете, я к вам не пришла с теми словами о том, что в тех местах, где делали вы мне проколы, у меня там всё замечательно, всё хорошо, у меня на других частях там пошли какие-то гнойные прыщи, то есть вы там виноваты, это даже не то, я и сказала, то есть как бы в тех местах, где были проколы, пошли воспаления, поэтому я к вам и обращаюсь, чтобы вы решили этот вопрос. И она мне тут же стала припледать о том, что вот вы ничего не понимаете, это всё нормально, всё хорошо, когда идут проколы, идут воспаления, то есть как бы вы ничего не знаете, читайте литературу, я вообще не хочу с вами не иметь ничего общего, и вообще вы тут приходите с ребёнком, и вы знаете, она стала цепляться к моему ребёнку, то что как бы я тут пришла вроде с ребёнком, хотя она мне лично говорила до этого, когда я к ней приходила за неделю до чистки, вот до 25-го числа, она мне говорила, нет, всё нормально, можете прийти с ребёнком, если он у вас будет играть с игрушками то есть как бы какие проблемы у меня кирилл не поверите он просто сидел там тихонько играл свои игрушки все это они выходил что первый косметолог выходила там с ним пыталась что-то пообщаться второй косметолог также выходила что пыталась не пообщаться все у меня ребенок сидел там и играл то есть он проблем как таковых там никто никому не создавал я это сама слышала как мама и она швырнула собственно говоря дала мне эти деньги и пошла дальше говорить о том что вообще она больше не хочет со мной ничего общего иметь и вообще там давай приплетать все салоны вот вы недовольны тем что вот вам кто-то занес заразу вот на вывод там пришли про тот салон сказали я знаете так на нее смотрела и понимала том что о том что мне заразу занесли в предыдущем салоне это сказала собственно говоря мне первый косметолог когда она мне положила к себе на стол она не сказал то что да вам занесли какую-то скорее всего инфекцию раз у вас постоянно какое-то идет высыпание то есть если у вас хороший уход у вас не должно быть высыпание то есть вот эти только какие-то черные точки примеру если организм сам не очищается образуются черные точки а так говорит как бы вам как будто скорее всего заразу занесли раз у вас идут воспаление прям воспаленные фолликулы прыщиков идет значит инфекция была занесена вам при чистке и она мне собственно говоря в диалоге обвинил о том что это я сказала о том что предыдущий салон мне сделала не очень хорошо с лицом но я начинать я уже ничего не стала говорить я просто пошла и я здесь сняла stories если вы подписаны меня в инстаграм опять же вы его видели и знаете я к вам там обратилась потому что почему я к вам обратилась потому что на самом деле в тот момент я была потеряна я не понимала что происходит как так может быть почему когда девушка приходит абсолютно любая девушка независимо блогер не блогер если приходишь на чистку ты оплачиваешь услугу почему реакция такая у косметолога почему люди которые работают этой сфере присутствуют такие люди которые они не берут ответственность за то что они делают почему они не признают и говорят да это был косяк мой давай мы с тобой сейчас мирно решим я тебе всю эту про то что я накосячила я уберу давай мы с тобой как-то все это сделаем потому что не дай бог что-то как а тут понимаете человек который агрессирует она не просто со мной знаете вот спокойно разговаривала она прям на эмоциях словами кричала у меня послезавтра новый год ты тут ко мне со своим лицом лезешь тубя тут не устраивает типа ты понимаешь у меня сегодня будет мужа корпоратив что ты тут у меня тут праздники это туда меня докопалась я на нее смотрел и знаете у меня был один вопрос но у вас как бы послезавтра новый год а у меня наверное как бы нет он у меня как у китайцев будет наверное или будет феврале месяца как бы я буду отмечать вместе с китаем да вот встречать как бы ничего что я тоже встречать буду новый год и вот как-то вот так у девчонки я записалась потом на 30 число прийти опять косметологу который был второй я пришла к ней она посмотрела мне несколько гнойных она мне опять же убрала прижгла и сказал опять нет все у тебя нормально все хорошо типа у тебя все заживет не переживай если хочешь потом после нового года на дарсенваль придешь я также из-за процедуры дарсенваль все дала и все и пошла когда у меня 31 числа также продолжается воспаление первое второе сегодня уже девчонки нас 12 число да я снимаю это то что сейчас у меня происходит с лицом это люди которые мне сказали что они меня все сделали идеально и сейчас если присмотреться у меня до сих пор идут воспаление до сих пор в тех местах где что-то делали тут конечно же я замазывала консилером таким знаете который поплотнее у меня из своим от от мэйберин порядка консилер то есть максимально пыталась это как-то убрать перед вами в нормальном виде быть но слава богу хотя бы у меня припухлость моя которая вот эта отекшесть она у меня прошла собственно говоря к чему я вам все это рассказываю на самом деле я хочу просто с вами поделиться вот этим своим опытом я понимаю что это не совсем знаете там супер пупер какие-то классные эмоции это просто знаете мой опыт и сейчас я именно занимаюсь вопросом того чтобы решить эту тему чтобы решить эти все проблемы потому что на сегодняшний день я больше считаете с 25 числа я абсолютно не снимала видео так вот с вами то есть я не меня не было с вами контакта потому что она я просто не могла физически снимать то есть абсолютно практически на три недели девочки я выпала из так скажем абсолютного ритма жизни для кого-то кто-то скажет это абсолютно ерунда я блогер это мое хобби этим я занимаюсь до меня это увлекает да я сейчас не работаю моя работа для меня это вот сейчас общение с вами для меня это такое хобби тире работа почему работа потому что должна быть дисциплина чтобы я могла то что я вам обещаю снять и что я могла сесть и снять если я пошла какую-то делать процедуру красоты и это не должно затягиваться боже мой и провоцировать то что я сейчас простите я попала как бы это смешно не звучало на деньги потому что сейчас элементарно у меня я на заказывала себе аптечный уход я опять пересмотрела я опять все у меня даже термальные воды гели для умывания такие всякие штучки это все у меня просто летит если вы мне скажете о том что иру тебя возможно проблема изнутри я могу сказать одно чисткой организма я занимаюсь ровно год я почистила кишечник я слежу за своим питанием и кто на меня еще раз говорю подписан в инстаграм вы знаете то что я убрала абсолютно весь мусор и я его не кушаю наверное уже с зимы с весны это точно с апреля месяца это точно весь мусор у меня ушел я почистила кровь печень то есть как бы понимаете то есть как бы если месяца кто-то скажет у тебя проще лезут потому что у тебя из организма что-то идет я вас умоляю у меня просто нечему понимаете нечему оттуда выйти уже потому что что можно было я вычистила собственно говоря и вот это вот вся ерунда это идет просто на поверхности кожи понимаете это воспаление идет сверху это вот какая-то ерунда я не понимаю я я сейчас по нашему городу опять же пытаюсь может быть не по нашему городу может быть даже соседнем городе еще косметолога чтобы он мне мог убрать эту проблему потому что серьезно быть молодой девушкой и выходить на улицу когда тепло когда хочется улыбаться радоваться фотографироваться снимать и жить полной жизнью мне приходится в магазине вот так вот одевать капюшон потому что у меня как у подростка идут воспаление и мне собственно говоря второй косметолог в лицо и сказала у вас идут сейчас именно подростковые высыпание вот это вот все идет как у подростка и потом на сказал как бы ну ничего страшного это все пройдет вот и все понимаете и поэтому я в диком бешенстве на самом деле я не знаю как вообще на это реагировать возможно я в чем-то виновата только вот в чем потому что я пошла к этим косметологам то что я пыталась с ними как-то решить вопрос и сейчас я к ним при всем моем знаете может быть моей деликатности моей какой-то знаете дипломатичности к ним и с пониманием я всегда пытаюсь отнестись к людям с пониманием даже когда они мне простите на срок полную кучу я пытаюсь понять почему они в этот момент покакали мне кажется то что у них просто в этот момент живот скрутило и они будут по-другому не могли никак сделать и поэтому как бы я всегда так отношусь и к этим косметологом несмотря на то что ними перепахали все лицо переиспортили серьезно у меня даже в подростковом возрасте не было такого вот правда но не было у меня таких высыпаний у меня я смотрю на себе я ужасаюсь простите мне не 16 лет когда регенерация клеток идет прям вот так вот знаете к этому хлыбысь и у меня все замечательно то есть я уже как бы девочка-то взрослая и у меня уже немножко по-другому все идет поэтому как-то вот печально то что такое происходит печально что такие специалисты есть печально что они так с нами обращаются по крайней мере со мной конечно же это видео на суд вам что вы мне скажете по этому поводу встречались вы с таким что вы мне посоветуете как быть в этой ситуации куда обратиться что мне делать какие мне процедуры сделать может быть вы мне поможете может быть вы мне подскажете какую сделать процедуру может быть для домашнего использования купить какой-нибудь препарат, я не знаю, там, Дарсенваль, что там еще есть, я не знаю, может быть, какие-то щетки для умывания, еще что-то, может быть, вы мне насоветуете и скажете, Ир, купи вот это, вот это, и реально будет круто, не поверите, я, наверное, вам поверю, потому что я сейчас пытаюсь цепляться за все, что то, что-то мне поможет с этим делать, потому что, правда, я хочу просто нормально умываться, пользоваться косметикой, а не сидеть смотреть, как у меня это все перебаривает, еще раз говорю, это видео не для того, чтобы вы меня пожалели и как-то, знаете, это видео, ну, правда жизни, которая со мной произошла и так со мной вышла, и поэтому, в общем, думайте сами, решайте сами, быть или не быть, у меня была такая ситуация, так что, так что как-то вот так, на этой ноте я хочу с вами попрощаться, потому что наболтала я уже опять насильно много времени, надеюсь, данное видео вы досмотрели до конца, конечно же, интересно узнать ваше мнение, пишите в комментарии, всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, конечно же, следите за своей красотой, думайте, куда вы идете, на что вы тратите денежку, я вас всех люблю, целую, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока!